Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук и я приветствую вас на канале Канадская Деревня Опять вещаюсь коровненько Вчерашний день прошел у нас очень тяжело Люся искала везде Санту, ходила, кричала Наш сосед даже на нас пожаловался Приезжала полиция разбираться, что у нас шум Но ничего, мы разобрались, у нас все было хорошо Мы объяснили Ontario Provincial Police, что у нас вот такое вот дело случилось Он сказал, пожалуйста, держите ее в коровнике, если она еще так будет нычать Но держу ее пока в коровнике, попробую выпустить По крайней мере, вчера я загнала, когда приехала полиция Но, как говорится, сегодня я выпущу, посмотрим, будет она такая голосистая или нет Надеюсь, что сегодня будет потише Но если начнет кричать, то опять придется ее загнать в коровнике И она постоит в коровнике несколько дней Ну, вот такой вот у нас отличный сосед Я ему очень много в свое время помогала Он получил, кстати, благодаря мне, он получил очень большую компенсацию Но и тем не менее, люди бывают неблагодарные Но ничего страшного Ну ладно, это пропустим Хочу вам показать Зою Заю Я Заю Заю не хочу приучать к Люсиному вымени И не буду, потому что, во-первых, она рвет соски И у рыбки были все соски порванные Из-за Зои Заяных зубов Она сейчас... Я ей налила молоко Но она ее отказывается пить из ведра Кстати, воду пьет из ведра Даже вот сюда вот дотягивается, чтобы там водички хлебнуть А молоко не хочет пить из ведра Ну, это такое дело И хорошо, в принципе, будет больше молока у нас Она стала активно поедать комбикорм Я ей даю корове комбикорм Уже телячий не даю Так что она уже выросла Так что можно уже ей давать обыкновенной корове комбикорм Так что Люсин, вот как у Люси Примешана, я немножко там примешиваю с альфа-альфой Люся себя чувствует хорошо Я эту перегородку сняла, как вы видите И теперь она, по крайней мере, не такая грязная У нее есть где лечь Выбор, где лечь Значит, по доению Я ее, как вы знаете, уже второй день даю Никого нет на подсосе И вы знаете, как я и раньше считала И сейчас она дает 24 килограмма в день Вернее, в сутки Вот, 24 килограмма молока Жирность я еще не проверяла Но и тем не менее я пошлю в университет И придет эта жирность молока чуть попозже Вот сейчас с финансами немножко туговато Ну, будет, как говорится, полегче Все туда пошлю И отчитаюсь перед вами Ну, что еще вам сказать Конечно, легче Вы знаете, без рыбки легче И без санты тоже Вот, коронник, конечно, пустой Да, мы потеряли еще одно, ну, как бы, животное На зиму, потому что Не, вернее, не потеряли, а продали Вот Конечно, будет в сарае прохладнее Обычно мы в зиму входим с тремя животными Но так получается Так получилось Вот А что рыбку мы отдали, продали Ну, ничего страшного Если что, я включу этот самый отеплитель Ну, у нас сейчас тепло Вчера вообще было плюс 8 Шикарная погода Но вот так вот Погода нам испортила полиция Ну, ничего Он Ничего страшного Я на Такие выпады Мы уже к таким выпадам его привыкли Он даже на нас вызывал и пожарников И теперь вот полицию Вот у него такая Ну, у него не все Не все в порядке С головой Вот Такой вот он Ну, ничего страшного Переживем По крайней мере По крайней мере Нужно знать, как с полицейскими себя вести И все будет хорошо Вот Так что вот такие вот дела Решила вам показать Как и что И рассказать Наши новости На этом закончу Подписывайтесь Ставьте лайки До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok